Мы сейчас поедем в Сочи. Там качели, там качели, там качели, а там вход на качели. Ангелина, подожди, я бегу! 150 миллионов подписчиков. Офигеть, Ангелина, ты бесстрашная. Не приезжайте летом. Всем привет! Вы на канале 2.3. Я Андрей. Я Ангелина. Мама Мариана за камерой. Знаете, что мы делаем возле корабля в 6.30 утра? Правильно, мы сейчас поедем в Сочи. Вы спросите, почему так рано? А потому что это Комета. На нее нет идеальных мест в 11. Только либо слишком рано, либо слишком поздно. Ну, мы выбрали рано. Комета отправляется в 7 утра и ехать там 5,5 часов. Фиксированных мест нет, поэтому побежали! Я Чёстчина, Таня, помогай! Обзор Кометы. Это бизнес-класс. Мы в экономе. Мама читает. Ну, Андрей, естественно, с Нинтендой. Очень красивый вид. А там 3 туалета и буфет. Сейчас у нас остановка в Геленджике. Постоим 15 минут и поедем еще 4,5 часа в Сочи. Здесь можно размяться. Давай, Ангин, присчитаем. Раз, два, три, четыре, пять. О, ноги так отпустило, да, хорошо вот. Покажем нашу Комету. Такая красивая. Мы первый раз в Сочи. Вот мы уже выходим. Ну как, поездочка? То же самое, что у Европы российские по градусам. Ну, а поездочка легко. А мне здесь нравится таких яхт, но на российских не было. Наш отель прямо посередине Сочи парка. То есть там качели, там качели, там качели, а там вход на качели. Это очень круто. Еще в стоимость отеля у нас включены все эти аттреационные. Поэтому мы можем кататься на всех горках столько раз, сколько захотим. Каждый день. Ну что, бежим регистрироваться? Побежали. Наш отель выглядит как замок. И внутри тоже как замок. Андрей, смотри, там лошадь. Этот отель мне уже нравится. Все в стиле замка. Такого я еще не видела. О, привет. Чувак, чувак, собеседай, давай, два, три. У нас 505 номер на пятом этаже. Очень красивое число. Открывай. Выдали карточки. Конечно, хотелось бы в браслеты на цепи и уходишь. Ну, все равно, нормально. Ой-ой-ой-ой. Это такой хороший. У нас обычный стандарт. Вау. Только я не хочу ходить на диване. Я буду тут. Посмотрим, что у нас видно из окна. Сочи-парк. Как красиво. Мы прям с видом на парк и можем ходить туда сколько хотим все дни. И просыпаться будем со звуком. Потому что качели тут экстремальные. Мы взяли три билетика. Каждый день нужно делать новые. Можно входить и выходить сколько угодно. То есть можно прокатиться на двух качелях утром, на двух днем, на четырех вечером. И постоянно входить, выходить как хочешь. Ну что, Сочи-парк, жди нас. Побежали. Пойдем по полету. Нет, я вот уже нашел под номером 49 такая, ну такая, гораздо менее страшная, чем эта. Но ознакомительно не хочу. На первый день, потому что может случиться сердечный приступ, мне кажется. Просто скажи, что ты боишься. Боюсь, я завтра сажу, наверх. Побежали. Побежали. Адрюха, ты что-то не на самое страшное. Вот это скорость. Лучшая качель. Главное, точно не будет сердечного приступа, да? Да. Если бы мы пришли днем, можно было бы побегать здесь. Но уже вечером мерзнуть и мочиться не хочется. Так что, Ангелина, побежали. Мы сейчас пойдем на очень страшную качель, которая вверх и резко вниз. Я еле уговорила Андрея. Я боюсь. Уже наша очередь. Жените офицеры. Если мы пытаемся минуту, то мы ждали все. Не боитесь? Нет, не боитесь. Я езжу. Вообще. Нет, вообще. Я тоже боюсь. Поэтому не еду. Что, как? Очень страшно. Не страшно. Можем попробовать классно. Но это не стоит. Мы стояли 40 минут, полетали минуту. Мне кажется, стоило. Это очень, очень круто. Там вот этот парк, он весь в огоньках. Это так красиво. Ты там резко вверх, резко вниз. Это очень круто. Ну что, пойдемте, у нас еще две осталось страшные. Побежали. 15 минут до закрытия парка, и Ангелина решила покупаться в фонтанах. Это лучше всех вообще аттракционов, покупаться. Когда катался весь день. Да, я понимаю Ангелину. Ангелина, подожди, я бегу. А можно узнать, что вы делаете? Мы дышим вот этой водой. Я уже вся мокрая, это очень круто. Здесь так жарко, и тут можно освежиться. У меня все очки уже в этой воде. Я уже вся в этой воде. Добрались. Вот на этот аттракцион. Мне кажется, он самый страшный. Он вот такой оборотил. Я на него долго не ходила, но когда уйдет маленькую очередь, сказал да. Субтитры сделал DimaTorzok Ну что скажете, какая самая страшная? Это очень страшная, хотя мне очень понравилась. Там прям. Вообще не страшно, потому что я просто весь аттракцион был с закрытыми глазами. То есть ты даже не видел, что ты был вверх ногами? Да, он меня еще в конце спрашивает. Ангелина, мы делали полный переворот. Я спрашиваю, а ты что? Да, конечно, много раз. Он такой, а я просто был с закрытыми глазами. Вот, конечно, трусишка. Сейчас мы находимся в бамбуковой аллее. И вы знаете, что бамбук это самая высокая трава в мире. Субтитры сделал DimaTorzok Вы даже не хотите это сказать? Ты куда пустил? Исчезни. Подожди. Твоя сестра называется прям. Ты хочешь? Я же... Смотри, я могу тебе отдать вот в таком варианте. Видишь, у вас есть? В моей городе Калаку. Почная кроватика, она у меня летит. Если что, иногда ручка появляется. Но ты не переживай, ручка всегда появляется. Ну, я бы сделала. Так, так, займем вас. Давай, я вас верну. Это вырубил. И еще заячки берете. Позапочекся. А, в теории, да? Ну, я лишнего ничего не забрала. Вот теперь к ней, идите к ним, он с вами вернулся. Привет, ребят, проходите сюда. У нас и так синяя одежда, поэтому мы и так исчезли. Рекрасно. Спасибо. Спасибо большое. Правую руку продолжите ему напрашивать. Скажите, у нас есть цветы, есть оружие. Тебе что нравится? В общем, пока я срезаю. Давайте займем. Хорошо. Сделаем тогда таким образом. Ты держи двумя руками. Спину ровно. Держи. Ты уж с какой? В 20 вечер. Да. Я как-то могу сказать. Вот, может, берете так, клопку, кручная, клопки, на ноги билеты. Вот, учитывая, всегда хозяйству, не горится. Я ноги снимать не буду, поэтому встань, пожалуйста. Давай, пожалуйста. Погатите, что я с тобой? Я говорю, держи двумя руками. Да. Смотрим, улыбаемся и готовимся к небольшому помещению. Скажите, сосинийский. Андрюша, что делаем? Корону. Тебе корону вам. Ой, у меня аж две короны будет. Одна дневная, одна вечерняя. Какая тебе больше понравится, ты будешь знать. Угадайте, где чья корона? Раз, два, три, четыре, пять. Это моя. А, это моя. Ну, моя лучшая. Пишите в комментариях, чья лучшая. Ну, это очевидно, по-моему. Не-не-не, моя, моя, моя лучшая. Это очевидно. Сейчас мы будем делать леденцы. Мы почти все делали. И пряники, и пиццу, и напитки. Но леденцы мы ни разу не делали. Я много раз видела прикольные видео в тиктоке, в ютуб-шорцах, лайки, как там карамель так растягивают. Это прям очень приятно. Так, разойдитесь, и давайте посмотрим, что мы тут будем делать. А, вот такую карамель. Вот так делают профессионалы. Здесь очень теплый столик. Это очень прикольно. Мы сейчас сделаем, я сейчас буду делать цветочек. Я подкинула Андрею идею сделать кнопку ютуба. Я не знаю, как он это сделает. На что похоже карамель? На какой-то очень твердый пластилин. Как из детского садика, которому года три уже, наверное. Мы сделали по три больших леденца, и нам дали вот такие маленькие, которые мы сделали сами. Мы за большим летом идем вечером, потому что они стынут. А сейчас едим вот такие маленькие. Вам понравилось? Очень! Ну, холостайтесь. Вот наши леденцы. Это сердце, это уточка, а это цветочек. У меня тоже сердце. Уточка, правда, уродная, но все равно. И кнопка ютуба. Она выдается за 150 миллионов подписчиков. Это ты размечтался, да? Надо нажать. Подпишитесь, пожалуйста. И лайки поставьте. Сейчас 10 вечера, и мы второй раз выходим в закрытие парка. Вы просто посмотрите, как красиво сияет наш отель. Субтитры сделал DimaTorzok Ангелина, что за бар тут мои тяги? Классные сапожки забирай. Мы пришли на пляж. Море тут мутное, пляж не очень. Иди от отеля 10 минут. Вот так вот. Ну да, правда, температура. Вот из плюсов температура хорошая и все. А так-то все фигня. Вода прохладная, но это даже хорошо, потому что в Сочи очень жарко. Примерно 35 градусов. Сейчас тучки, и это очень хорошо. Мы этих тучек ждали неделю. Пройти в Сочи парк нужно сделать фотографии. И мы всегда их делаем очень смешные. Мы решили пойти в Броллер. Давай, потому что я очень сильно проголодался. И посмотрите, какая огромная очередь. Ну что ж, придется ждать. Андрей, ну мы только с завтрака. Может не будем кушать? Нет, я еще хочу. Нам вывели вот такую карточку. Ее надо вот сюда приложить. Новый заказ. Выбираем Андрюхи. Андрюха, у тебя стол номер один. Опа. Подтвердить. Андрюшечка, ты что у нас будешь? Выбрал острый бургер и грейпфрутовый фреш. Это самое мое любимое, что вообще здесь есть. Еще идет, не знаю, наш, не наш, надеюсь, наш. Идет такая штука. Американские горки для еды устроили. Еда делает мертвые петли. Это капец. Здесь мусорка только для роликов. Это штуки, на которых приезжает наша еда. Ангелина уже их пытается достать. Во! Офигеть, Ангелина, ты бесстрашная. И это не нам. Офигеть, Ангелина! Опа, что тебе приехало? Мне приехала маккентьиз. Как-то тут его как будто бы уже кто-то поел. Да. Ей нас заказала последний, ей пришло первый. Странно. Как в второй жизни, да? Больше всех было? Итальяно. Мрамания. Вот так здесь выглядит шаурма. Пока я отошла в туалет, они набросились на мои макароны. Детство приехало мне. Так, интересно, где перчатки, но походу без перчаток. Ой, он такой большой, как и я. Учим мы любим мастер-классы, где можно все делать своими руками. Делаем пряники. Ангелинка – зайчика. А Андрей – чебарашка. Знаете, где наша дата? Понятно, что в толпе молялы. Детский день заканчивают мои самые страшные качели. Квантовый скачок. Вон они поднимаются вверх. Там где-то мои пуксики. Самое страшное качели. Я даже не каталась. Боюсь. Внизу головы полетели. У-ху-ху. Прекрасное завершение. В Сочи мы были три дня. За это время в Сочи-парке мы успели прокатиться на всех самых страшных аттракционах. Среди них – горыны. Квантовый скачок. Торпица. Тричный двигатель. Мы отдыхали в Сочи-парке три дня. Но вам совет, не приезжайте летом. Потому что огромные очереди и очень жарко. Лучше приехать осенью или весной. У нас случилось непредвиденное обстоятельство. Наш кораблик, комета, на который мы должны были доехать до Новороссийска, отменили. Потому что она сломалась. Теперь мы не знаем, что делать. Потому что билетов на поезд нет, на электричку нет. Есть вариант такси. Стоит 16 тысяч ехать 11 часов. Мы пока не знаем, что делать. Если случится что-то интересное, мы вам расскажем. А пока... Пока-пока.